Однообразная жизнь провинциального городка. Современные инженеры несут новое варварство, моральную деградацию и жестокое равнодушие к человеку. Здравствуйте, вы смотрите программу города С, с вами Мариана Мирная. Говорим сегодня о человеческих страстях по-горькому. В гостях у меня главный режиссер Самарского драматического театра Валерий Гришко. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Викторович, ну вернулись недавно из Нижнего Новгорода, возили туда спектакль варвары и привезли призы. Рассказывайте, что это был за фестиваль. Прямо сразу показываем, да? Да, все показываем, рассказываем. Вот наши два диплома. Один за спектакль как участником театру всему, а другой, самый главный, это приз за самую лучшую актерскую работу, женскую актерскую. Было два главных приза, причем с деньгами и хорошими для актеров, не буду выдавать сколько. Его получила Нина Лаленко за исполнение роли Монаховой, Надежды Монаховой. Вот. Хотя участвовало там около трехсот актеров, ну, считайте, там половина женщин. И вот Нина получила главный приз. Вот номинация у Нины, насколько я знаю, звучала, там было слово за своеобразное исполнение. То есть, насколько это, на ваш взгляд, актуально? И преследовалась ли эта цель, чтобы именно было вот какое-то самобытное исполнение роли Надежды Монаховой? Потому что спектакль варвары идет во многих театрах, их ставили на больших сценах, как бы, известных российских театров. Что преследовали мы? Каким образом? Вот у нас это происходило. Ну, дело в том, что вот, когда варвары ставятся, есть, как бы, такое негласное правило, что если не получится роль Монаховой, вот именно вот такой оригинальной, не похожей ни на кого, то тогда и спектакль не получится. И мы это изначально знали. В свое время Татьяна Доронина в роли Надежды Монаховой состоялась как великая актриса, и дальше уже пошла ее череда блистательных работ. Но первой работой настоящей была именно Монахова. Вот. И Ниночка нашла, Ленка. Уже на репетициях мы поняли, что должен быть спектакль, потому что в нашей команде появилась Монахова. Нина ее делает блистательно, она покорила всю публику. Каждый ее выход в спектакле, это зал замирал, сейчас Монахова начнет говорить. Она нашла и манеру разговора, и вот тот неповторимый характер вот этого идиотизма, романтизма, этой смеси трогательности и трагичности. Вот это ей все удалось. Ну, то есть Нижегородский зритель тоже принял, да, абсолютно этот спектакль? Не просто, да. Да, я вот говорю, каждый выход Нины это было что-то особенное. Сейчас она выйдет. Кто еще приезжал, с кем как бы боролись за призы? Московский театр, театр Маяковского был, еще один московский, театр Маяковского привозил спектакль, еще один московский какой-то театр. Мы-то приехали на день и уехали. А, надо было взять, кстати, проспект. Питерский театр, наш коллега, с которым мы параллельно учились, Семен Спивак, театр молодежной фонтанки привез. Три сестры, то есть Нина соревновалась вообще-то со всеми тремя сестрами из Петербурга, не считая там других спектаклей. Плюс, конечно же, показали спектакли сами Нижегородцы и за главную мужскую роль получил исполнитель роли Павла Первого в спектакле, Павел Первый по Мережковскому. И дальше другие театры из разных городов приезжали, из приличных, хороших городов. То есть это был представительный, серьезный фестиваль и очень-очень строгая жюри. И мы шли вообще как на казнь, потому что у нас, у режиссеров, есть свои взаимоотношения с критиками, с некоторыми и давние, и не всегда самые такие симпатичные. Но тут пять человек их сидело, там и доктора наук, и завкафедрами театроведения, не буду называть имена. И они все, как один, сказали, что и про спектакль, и про актеров сказали удивительно, хорошие слова. Ну, то есть мы-то не удивлялись, мы знали, что мы хорошие. Для вас это тоже такая режиссерская победа, да, немножечко, что не только Нина молодец, но и я вроде как. Ну да, но особенно когда из уст таких людей, с которыми непростые отношения, я не буду называть их, но вот они признались, хотя там, наверное, самое ценное, вот лично для меня, если уж говорить о режиссере, а не Нина Николаевна Лаленко, то для меня самое приятное было это, там был критик, с которым мы в рабочей группе по золотой маске. И она говорит, я шла с таким страхом на спектакль, потому что мне очень нравилось, как Валерий выступал на рабочем заседании, я была согласна со всем, что он говорил, и вдруг я думаю, и вдруг увижу плохой спектакль, и что ж тогда, говорил-то хорошо, и она говорит, и сейчас я счастлива, потому что я могу сказать, что это серьезная, масштабная, очень интересная работа. Вот так. Ну и давайте покажем, да, небольшой фрагмент с участием Нины Лаленко в спектакле «Варвары» и вернемся к обсуждению. Да, давайте. Осенью иногда хорошо, посмотрите, да. А где же все? Тот, кого вы ждете, придет, как только услышит ваш голос. Но он не даст вам ничего. Осенью по небу бегут тучи. Черт? Не люблю черного цвета. Самый важный, самый внушительный цвет – это красный. В Красном Короле выходят разные аристократки. Не знаю, ты видал, но подозреваю, что красивая, дорогая моя, я уезжаю скоро. Вы... вы не один уедете. Так вы решили? Что я решила? Вы едете со мной в Париж? Подумайте, Париж. Там маркизы, барок. И все в красном. Сергей Николаевич, это даже неприлично. У вас будет все, что вы захотите, и я дам вам все. Как будто бы я какая-нибудь этакая. Вы дивная. Вы редкая. Я влюблен в вас, как юноша. Подумайте, сколько наслаждения, сколько счастья ждет вас. Сергей Николаевич, оставьте это. И разве можете вы любить так, как юноша, когда вам скоро 50 лет? И может быть, через два года вы совсем лысей станете. И что это за езда по Парижам, когда я не могу вас любить? Нет. Вы, конечно, конечно, очень интересный мужчина. Но пожилой. И мне не пара. Своеобразный юмор, действительно, своеобразная манера исполнения. Так должно быть. Это по роли, да? То есть это Горький так написал ее, вот такую, да? Да, там вот что не диалог, это ее способность говорить в лицо человеку, причем без всякой агрессии, без желания оскорбить. А просто она говорит то, что думает про человека. И это иногда как оплеуха такая мощная. В том числе и вот Владимиру Гальченко, которого, кстати, тоже. И его, и Борисова, и многих других отметили как прекрасных актеров, которые замечательно работали в этом спектакле. Вообще хочется поговорить еще немножко о фестивальной жизни, потому что в какой-то момент все-таки меньше мы стали ездить. Я сейчас заплачу. Да, я тоже. Меньше стали кого-то к себе приглашать, меньше сами ездить. А если вдруг получаются какие-то выезды, то это полтора-два дня, да, автобусом ночью туда-сюда метнулись, съездили. Это почему так? Потому что у нас много спектаклей здесь, мы не можем себе позволить надолго выехать. Или что у нас такое произошло, что гастрольная вот эта жизнь, она, ну, не оборвалась, конечно, но в упадок пришла, так сказать. Ну, раньше был план гастрольный для всех театров. И от работы в сезон, вспоминаю, как сладкий сон это время, театр выезжал на два месяца. Один месяц в одном городе, другой в другом. Это была замечательная проверка того, как ты работал в сезоне своего репертуара, потому что новый зритель – это всегда испытание. Это было очень-очень важно для театра. Сейчас это не только наша проблема, но и всех театров. Денег на это нет. И вот если удается выехать на фестиваль... Вот мы поехали на этот фестиваль, но они молодцы, нижегородцы. Мы не просто приехали за свои деньги, что-то мы там платили, но они нам заплатили за исполнение спектакля, некую сумму, которая, наверное, практически вся купила, при том, что мы играли еще и здесь параллельно спектакль. Или там аренда была, да. Один день аренда, а другой день мы играли спектакль. Вот. А почему плакать хочется? Потому что вот сейчас, допустим, мы приглашены на очень престижный фестиваль во Францию, в Марсель, который идет уже 21 год, и я туда ездил. Это как бы для русскоязычных театров фестиваль? Это фестиваль русских театров. Русских театров. Там есть такой Ришард Мартан, художественный руководитель театра в Марселе, который просто благоговеет перед русским театром, русской драматургией, русской душой и так далее. И он, в общем, не на свои деньги, но то, что дает город, но сам вкладывает, самое главное, вот эту свою энергию, душу в том, чтобы это произошло. И мы подтвердили участие, дали слово, что приедем, и вдруг происходят вот с точки зрения финансовой невероятные события, когда вдруг мы должны платить за коммуналку 8 миллионов, вдруг у нас дотация уменьшилась, вдруг евро и доллар встал в два раза, и все покупки становятся в полтора-два раза дороже. А когда ехать, если ехать? Все, уже проспект они нам прислали, и говорят, подпишите договор. А мы говорим, не можем подписать, потому что, возможно, у нас не хватит денег. Они в ужасе, потому что я 12 лет в Германии работал, я знаю, что такое, дал слово, и уже распечатан буклет с нашей фотографией, спектакль, все оговорено. Уже были пресс-конференции по поводу нашего приезда. И вот сейчас мы лихорадочно ищем или спонсоров, или поддержки от города. Возможно, с Николаем Ивановичем переговорим на эту тему. Потому что два года назад мы могли себе позволить поехать за свой счет. Да, это дорого, но театру это вот так необходимо. Особенно зарубежные гастроли. Кроме того, что это престиж, это еще и на иностранцах проверить. На иностранном зрителе. Вот наши зарубежные гастроли раньше, они всегда были очень показательны для театра. Очень успешные. Я не помню случаев, когда неудачно съездили. Нет, мы такого себе не позволяем. Но вот сейчас вопрос стоит очень-очень остро. И просто у меня огромное чувство стыда перед ними. Если это не состоится, то мы, что называется, будем не рукоподаваемы. Так а когда ехать-то? 18-го, 19-го марта мы должны играть спектакль «Наша кухня». И каждый раз после спектакля еще спецпрограмма «Кабарет», которую наши актеры делают. Вот поэтому эти дни, я не знаю, они могут быть красными днями календаря в истории театра, а могут быть черными. Надеюсь, что этого не произойдет. Ну, я думаю, что будем искать ресурсы дополнительные. Будем, да. А, Марина, давайте, что там у вас? В карманах. В карманах, да, доставайте. Валерий Викторович, ну вот смотрите, в фестивале хорошо, понятно. Есть один из самых престижных фестивалей, это «Золотая маска». То есть это такой апогей своего рода, самая крутая российская премия в театральном сообществе. Есть ли сейчас какие-то пожелания, какой-то спектакль выставить на «Золотую маску»? Вот я специально выставлял, допустим, Вячеслав Гвоздков хотел, чтобы выставить спектакль, ну послать, чтобы комиссия оценила и приехала спектакль «Завтра была война». Очень такая работа, которая знаковая для театра. Но я сам попросил не делать этого, потому что я нахожусь в рабочей группе «Золотой маски» по ее переформатированию. Ну, то есть не очень будет красиво, да, если вы собственные спектакли посмотрите. Да, и им будет неудобно меня отвергнуть, скажут, ну это месть, допустим, за то, что я сказал, что это не так. Или когда, допустим, если бы они включили нас в лонг-лист или в шорт-лист, то тогда бы сказали, а это потому, что он там подсуетился с Владимиром Ростиславовичем Мединским, встречался, говорил о «Золотой маске», и таким образом уже не нейтральная фигура. Поэтому на следующий год пошлем спектакль «Гвоздкова». Он не в рабочей группе «Золотой маски». Шаушенко, который вот мы сейчас выписали, и он на следующий год может войти. Это очень мощная, классная работа. Ну, а если он получит «Золотую маску», он мне там кусочек отломит. Вообще, насколько классика сейчас в театрах актуальна? Нужно ли ее ставить? Для кого мы это делаем? Для себя, чтобы потешить свое, да, там, режиссерское самолюбие, что я вот классический какой-то там махину поставил? Или все-таки есть потребность у нашего зрителя? Может быть, как-то подустали мы уже от каких-то коммерческих юмореск, и хочется душа чего-то там просит? Зачем? Ну, это последние много уже лет, вот с тех пор, как мы вошли из советского театра, вот, в театр сегодняшний, в российский, и мы этот вопрос все время задаем и себе, и нам его задают. Вот, что-то очень сильно изменилось, и с финансовой точки зрения, когда мы вынуждены зарабатывать деньги, и даже зарабатывая их каждый год все больше и больше, нам их не хватает, просто реально, не потому, что мы жируем или шикуем, нет, просто не хватает, по-настоящему не хватает, вот, а мы хотим, чтобы актеры получали, чтобы это не за счет актеров было, мы лучше меньше спектаклей поставим, откажемся от фестиваля, только не от того, где мы уже слово дали, тут это неприлично, мы просто, ну, не будем ездить, если условия будут такие, вот, которые не позволяют, но только чтобы актеры не страдали, чтобы актеры получали нормальную зарплату. И поэтому, ну, вопрос простой, нужно ставить вещи, на которые ходит зритель. А что касается классики, тут дело не в том, чтобы тешить свои амбиции, это вообще счастье для любого режиссера и актеров работать в классическом материале, потому что это проверенный годами материал, там всегда прекрасные роли, там есть что играть, есть про что ставить. Вот Горького я с огромным удовольствием ставил, хотя пьесу мы же во многом переписали, переделали на сегодняшний день. Ну, там же была вот эта изначальная история перед тем, как вышли варвары, что наконец-то в театре имени Горького появится пьеса по Горькому, да? Да, да. Ну, могу сказать честно, что есть у нас люди, которые организуют продажу билетов, и Алексея Максимовича Горького мы можем раз, но от силы два раза в месяц играть, потому что распространители говорят, ну, эта классика трудно продается. А зато человек-джентльмен, пули над Бродвеем, секс-комедия в летнюю ночь, что еще, шесть блюд из одной курицы, это как горячие пирожки. Ну, вот сейчас, в современном нашем, в 21 веке, да, уже сколько вот в нем живем, есть вот этот момент, что зритель в театр приходит не чтобы задуматься, а чтобы расслабиться, отдохнуть, да? Поменялось немножко. Конечно. Вот у нас, знаете, когда сейчас был день траура, был объявлен, стоял в репертуаре на воскресенье спектакль «Шесть блюд из одной курицы». Но поскольку объявлен траур, ничего такого легкомысленного, веселого нельзя играть, это правильно, и заменили спектаклем «Завтра была война» по Борису Васильеву. 200 человек тут же сдали билеты. Им даже неинтересно, что за спектакль. Мы пришли отдохнуть. А вот зато те, которые остались, ну, это было тоже прилично, потому что зал был, аншлаг был, продали, ну, практически полный зал был, это незаметно было, 200 так где-то, да, были прорехи в рядах, а так 600 человек сидело, и это был особый спектакль, потому что вот люди пришли развлекаться, они пришли с другим настроением, и вдруг они видят серьезный материал. И мне было очень-очень приятно видеть их в конце стоящих, хлопающих, и я надеюсь, что кое-кто из них скажет, вообще-то надо ходить на серьезные спектакли, а не только на веселые. Веселий у нас по телевизору много. Я не говорю про нашу с вами программу, я говорю там танцы на льду, танцы подо льдом там и так далее, голос, переголос, вот, поэтому развлечений много, достаточно, а в театру все-таки хочется, конечно, чтобы приходили люди, желающие о чем-то задуматься, поразмыслить. Ну, коль уж заговорили о классике, есть еще один фрагмент у нас из того же спектакля «Варвары», еще раз посмотрим и поразмыслим. Сергей, я здесь! Сергей! Нашел место для работы на задворках. Надеюсь, суд нам никто не помешает. Работа кипит. Ага. А я пытался заснуть, и не получилось. Эти уездные мухи так и щекочут, и потом от стекла так бум! Вероятно, голова болит со вчерашнего. Ой, не говори, эта радушная встреча инженеров в въездном городе сошла для меня не совсем благополучно. Что они здесь пьют? Притыкин называет это «зверобоем». Жидкость высокого давления. Жаж, ну дай сюда, не мучай ее. Это делается вот так. Вот. И закручено. Руки трожат. Ой. Я понял, да? Да. Не надо, у меня появляется отрыв. Ты знаешь, а я сегодня вспомнил одну девочку. Ну, эту, эту. Ну, харильская из-за перья. Ты знал такую? Нет. Ну, маленькая такая. Глазки черненькие. И я сегодня, когда прижигал одной мухи папиросой крылья, она мне напомнила эту девочку. Это чёрт. Жаль. Она, между прочим, потом в реке утопит. Да. Валерий Викторович, ну, есть вот густонаселённые спектакли, да? Вот, как, например, «Варвары», когда очень большое количество артистов участвует и массовка, и роли, и так далее. Есть менее? Вот вам, как режиссёру, вам что ближе? Когда большая команда работает, трудится над вот тем или иным проектом? Или когда кулуарно там втроём, вчетвером? Ну, вообще, это, конечно, очень тяжёлый труд ставить многофигурный спектакль. Это интересная работа, но она требует... Над «Варварами» мы два года работали. Вот. А есть особая прелесть в том, чтобы когда 3-4 актёра, если это хорошая компания, которые понимают, которые совпадают с теми ролями, то тогда это намного легче, конечно, работа идёт. Но и то, и другое, если материал хороший, игра стоит свеч. Ну, большие спектакли – это большая работа. Маленькие – тоже большая работа, но всё-таки не такая мучительная, потому что соединить всё... Даже в кино мы часто смотрим и видим, что вот этот играет не так. А в театре же труп ограничено, в кино можно выбирать из всех актёров, а здесь труп ограничено, и далеко не всегда подходит актёр на эту роль. Часто иногда приходится какие-то компромиссы делать. Ну, в общем, вот так. О вашей киножизни тоже хочется поговорить, не могу не затронуть, потому что, вот смотрите, интересная, на мой взгляд, получается история в театре. Главный режиссёр, мы ставим и так далее. Когда вы выезжаете, вас приглашают в кино, там вы артистом. Зачастую, как бы, есть такая, ходит легенда, что... Ну, не бывает такого, что либо человек-артист, либо человек-режиссёр. Который совмещать это, как бы, достаточно трудно. Как у вас это совмещается? И насколько, понятно, что, видимо, нравится и то, и то, да, раз вы трудитесь на обоих этих поприщах. Но, тем не менее, насколько вот нет ли, не бывает ли в кино ситуации, что, ай, режиссёр неправильно тут всё делает, я бы вот по-другому. Или как вот это жизнь, как эти две жизни совмещаются? Ну, я в кино, я несколько раз это говорил, я в кино отдыхаю от ответственности режиссёрской. И, в общем-то, действительно, с удовольствием отдаю себя в руки режиссёру. Если это хороший режиссёр, то я отдаюсь с ещё большим удовольствием. Если это режиссёр, который мало понимает в актёрской работе, а таких в кино много режиссёров, для которых кино – это кадр, композиция. А артистам они говорят, ну, разучили, давайте, давайте, и, может, какие-то достаточно такие неуклюжие, может, какие-то советы, просьбы сделать. А в основном, нет, давай чуть левее, чуть правее, тут свет добавь. Ну, в общем, как здесь у нас. Вот. И в таких случаях стараешься, нет, я вообще не люблю конфликтов в работе, потому что они ничего хорошего не приносят, поэтому стараешься тихо и цапать сделать так, как нужно, чтобы это было достойно и осмысленно. Вот. А уж с хорошими режиссёрами у них и поучишься многому, потому что они могут так тебе подсказать, что думаешь, о, чёрт, а я не допёр до этого. Слушайте, ещё вот что хотел. Недавно смотрела фильм «Зорь здесь тихий», новую версию, и случайно совершенно вас там увидела в малюсеньком совершенно эпизоде, и как бы смотрю, и у меня такой, естественно, машинальный, там, да, ой, наш-наш, как бы, да, показывают. Вот. А до этого был «Левиафан» знаменитый. Ну, кстати, по поводу «Зори», я могу сказать, я ездил когда на премьеру, я не знал, что там от меня осталось. Дело в том, что есть киношная версия, и будет четырёхсерийный фильм, телевизионная версия, где у меня сцены, всё. Тут же нужно было из четырёх серий оставить вот эту одну историю, и мне Давлитьяров, как увидел, меня говорит, Валера, Валера, значит, тебя здесь почти нет, но есть, как он говорит, но есть портрет, это значит крупный план. Я говорю, спасибо, Ренат, спасибо. Я просто настолько была удивлена, потому что всё равно, ну, мы тоже как бы здесь, в нашем городе, мы привыкли, что вы такой большой уважаемый человек, режиссёр и так далее. И после там «Левиафана», где была крупная роль, и большой скандал, да, там, бог с ним. Вот. И тут был такой вот фусечка, такая малюсенький эпизодик. Вы соглашаетесь на всё, как бы, что в кино предлагают, если материал интересный? Нет, но если бы не было сцены, мне бы это не предложили, потому что вот то, что осталось в фильме, это может любой человек, на которого бороду наклеят, и достаточно убедительно, крупным планом выглядеть. А нет, там сцена, там серьёзная история потом с дочкой, с вот этим охотником, которого она полюбила. У нас целая сцена и разговор за жизнь, за вот то, что происходит в стране. И я надеюсь, когда выйдет четырёхсерийный фильм, вы, Марьяна, посмотрите и скажете, не, правильно, что сыграл, правильно, это наш. Я с удовольствием буду ждать, потому что была действительно удивлена. Тем более у многих там такая ситуация, и все, кто приехали на премьеру, фильм Ренат Давлетьяров бегал по всем, говорил, выйдет четыре серии, всё будет нормально. Я вас всех покажу как надо. Ну, слава богу, будем ждать. Какие ещё планы? Какие планы в театре у нас? Какие планы в кино, в сериале? В театре. Ну, вот мы выпустили лёгкую вещь под названием «Человек и джентльмен» в начале сезона. «Побег из Шушенка», мы ещё его сыграли летом, общественный просмотр. И это тоже вот новая постановка, идущая с огромным успехом по Стивену Кингу. Дальше я выпущу перед Новым годом «Водевиль». «Водевиль» по Ивану Андреевичу Крылову мы очень сильно перерабатываем, но это потрясающая, остроумная история. Урок дочкам. Много-много лет назад он шёл в Самарте, но это там 50-е или 60-е годы, вот, насколько я знаю. Вот. И вот мы работаем. И в декабре, к новогодним праздникам, мы должны сыграть этот «Водевиль», а потом соединим его с другим «Водевилем», «Беда от нежного сердца», и будет такой на большой сцене «Веща русских водевилей». Параллельно, значит, идёт работа, провёл первый период репетиции Александр Кузин, мой любимый и уважаемый режиссёр. Он репетирует «Странный мысль Севич», где зрители увидят Жанну Романенко. Ну, это юбилейная, да, история? То есть это к её бенефису готовится? Ну, к её бенефису где-то осенью будет. Ну, в общем, да, к этому, к этому, да. Ну, потому что как это? Юбилей, да провести без главной роли. Конечно. Да. Ещё уйдёт от нас куда-нибудь в Сызрани. Вот. Да, да, вот. Этот спектакль выйдет сейчас. Кузин должен был прервать репетицию, и он поехал в Китай ставить китайцам, этот, как, сослуживцы, где, а фильм назывался, где Фрейндлих играл, Амихков. Служебный роман? Служебный роман, да. А пьеса называется «Сослуживцы». У китайцев? У китайцев, да. Отлично. Невероятно. Ну, они вот такие, чокнутые на нашей какой-то советской жизни, советской драматургии. Вот. И вот сейчас Кузин уехал, я репетирую «Вадевиль», а параллельно будет очень много актеров занято. Я бы сказал, что это экспериментальная постановка, знаменитый Сергей Грицай, хореограф, режиссер, который когда-то давно поставил у нас «Царевну лягушку», с которой театр целый месяц жил во Франции. Да, 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 как раз в июне. Про Францию не могу говорить, да. Тогда они могли позволить, да. Холстомера, да, если ничего не путаю. Холстомера. Да. Он ставит историю лошади. Холстомер, историю лошади. Причем это совершенно его взгляд на этот материал. Ничего общего со спектаклем нашего с Гвоздковым учителя Товстоногова нету. Это своя версия, свои стихи, своя музыка и свое очень необычное, экспериментальное, я еще раз повторю, решение вот этого материала и спектакля. Валерий Викторович, полтора минуты до конца эфира. Какие планы личные, актерские? Куда зовут? Какие-то проекты уже известны? Куда сниматься? Меня утвердили в два фильма. Первый канал, это какой-то такой, наверное, криминальный фильм, Налет называется. Но Первый канал, в отличие, допустим, от НТВ, они ставят такие все-таки серьезные вещи, даже если в них присутствует детективное начало, расследование и так далее. Вот хороший материал, хорошая роль. И одна из главных ролей у меня, другой фильм, сценарий дописывается, переписывается. Я даже туда наших актеров, актрис, предлагал. Но меня утвердили, но сценарий утверждается, это второй канал. Это такая интересная человеческая мелодрама. Во всяком случае, мне за роль мою не будет стыдно. Там есть что сыграть. Вот, ну, вот так. Это фильмы или сериалы? Это «Полные метры». Полные метры. А, нет, нет, нет. Налет — это несколько серий будет. По-моему, четыре серии. Ну, то есть к сериалу, в принципе, если он хорошо написан и сделан, вы тоже ничего против не имеете. Нет, конечно, нет. Почему? Если материал хороший. Пол минуточки осталось до конца эфира. Я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, что пришли. Очень понравился наш с вами разговор. Ждем премьер и ждем четыре серии «Азори здесь тихий», чтобы у вас в большой роли посмотреть и со зрителем. Прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова